Ребята, всем привет! Вот и началось лето, а вместе с летом началась жара, и мы все понимаем, что вот в такую погоду сесть вот в такой автомобиль, в смысле, когда он стоит на солнце, ну прям беда, да, перед тем, как туда сесть, надо открыть все двери, хотя бы окна, чтобы он как-то проветрился, и быстрее-быстрее нажать кнопочку AS, чтобы подул холодный воздух, и сказать, о, как хорошо! Все мы это с вами прекрасно понимаем, но не у всех работает кондиционер, система кондиционирования, и как раз сегодня об этом вопросе, направлении пойдет речь. Мы расскажем, какие делать профилактики для того, чтобы эта система дольше жила, и агрегаты, и запчасти, если выходит что-то из строя, что мы ремонтируем, как мы ремонтируем, короче говоря, все о кондиционере, о прохладном воздухе, в жару. Итак, начнем мы с автомобиля Volvo V90 Cross Country 2017 года. Автомобиль поступил с заявкой, не работает кондиционер, не охлаждает. Сам клиент говорит, что не работает компрессор кондиционера, но в этом нужно разобраться. Что мы увидели? Мы увидели пустую систему, соответственно, заправили газ, газ заправился, но действительно компрессор не включается. Но пока выводы делать рано, нужно разобраться, поэтому этот автомобиль сейчас отправится в электрический цех, и там мы с ним будем вместе с вами разбираться. А пока мы поговорим о том, какие профилактические работы нужно делать для того, чтобы продлить службу системе кондиционирования, да и многим агрегатам. Первое, на что нужно обратить внимание, и вы сами можете визуально посмотреть, на состояние радиатора кондиционера. Он стоит спереди, и, соответственно, на его загрязненность. Если между ламелями есть грязь или пух, ну такая как подушечка, да, это очень плохо, потому что охлаждаться, в принципе, как радиатор охлаждения, так и радиатор кондиционера будет хуже. Соответственно, для чего это плохо? Это плохо для компрессора кондиционера. Почему? Потому что он будет срабатывать гораздо чаще, в связи с тем, что охлаждение происходит недолжным образом. Также и вентилятор охлаждения двигателя тоже будет работать более интенсивно, чаще, соответственно, он раньше выйдет из строя. Поэтому обращать внимание на состояние радиатора кондиционера, забит он, не забит. Если забит, обязательно нужно пакет радиаторов промыть. Второй момент, который вреден для системы кондиционирования, это отсутствие, соответственно, фреона и масла в системе. Многие эксплуатируют кондиционер зимой пустым и не знают, или, может быть, даже и знают, что внутри ничего нет. Это огромная ошибка, потому что, возможно, что система пустая из-за того, что есть утечка, разгармитизация. Соответственно, в систему попадает влага, и тогда получается достаточно серьезная проблема. В чем она выражается? Во-первых, влага попадает в такие дорогостоящие узлы, как компрессор кондиционера. И если там влага пробудет определенный срок времени, допустим, более полугода, то внутренности компрессора кондиционера выходят из строя. И наша организация, Вололюкс Эксченч, может сказать из практики, что такие компрессоры кондиционеров из 90% случаев не восстанавливаются. Что нужно делать, если ваша система разгармитизировалась, и вы об этом знаете, или вам сказал об этом специалист. Соответственно, вот, допустим, на P3 платформах присутствует вот такая деталь. Ее называют фильтр кондиционера, либо силикон-гель. Соответственно, меняется вот такая вставочка. Ну, промывается перед этим всем, промывается система специальной станции. Сейчас я покажу, как она выглядит. Меняется вот эта вставочка. Соответственно, наводится порядок и частота в системе, потом заправляется. Если же у вас не предусмотрено вот такой вот фильтр, нужно менять осушитель. Соответственно, промывка, менять осушитель. Зачастую на многих автомобилях Вольво осушитель меняется вместе с кондиционером. Поэтому допускать разгармитизацию нельзя. Если она и допущена, то надо скорее пресекать эту неисправность, убирать, промывать систему, заправлять. И убедиться в том, что в системе есть фреон, и кондиционер у вас работает даже зимой. Станцию надо показать. Вот таким вот образом выглядит наша станция для промывки системы кондиционирования. Соответственно, промывается она специальным химсоставом. Знаю, некоторые моют ацетоновыми, бензинами, растворителями. Это неправильно. Этого делать не нужно. Не буду сейчас говорить почему. Нужно мыть специальным средством. Соответственно, мы также промываем, стараемся промывать, если клиент не против, перед каждой заменой либо компрессора кондиционера, либо радиатора кондиционера, для того, чтобы систему почистить. Были случаи у нас, клиенты отказывались промывать систему, и выходили из строя даже новые, новые компрессоры кондиционера. То есть мы устанавливали новые фирмы Hell радиатор компрессор кондиционера, и он вышел из строя из-за того, что грязь, которая была в системе, ушла в компрессор, ну и понаделала там всякой гадости. Соответственно, пришлось нам по гарантии менять компрессор из-за того, что клиент отказался промывать. Вот такая вот была история. Итак, а что же делать, если вышел компрессор кондиционера? Новый оригинальный он стоит к 100 тысячам рублей. Есть на некоторые модели неоригинальные. Опять-таки вопрос, какие неоригинальные. Есть фирмы достойные, те, которые идут в оригинале Volvo. А есть китайские компрессоры кондиционера. Была у нас с ними практика, заказывали несколько партий, показали себя эти компрессоры плохо. Китай ставить не рекомендуем. Итак, что мы можем предложить? Ну, во-первых, как я уже и сказал, наша компания Wall-Lux Exchange занимается восстановлением компрессоров. Но не только компрессоров, а также и многих агрегатов для Volvo. Соответственно, здесь у нас находится восстановленный компрессор кондиционера. Что с ним делается? Ну, опять-таки повторюсь, если компрессор кондиционера вышел из-за механических повреждений строя, он ремонтируется. Если в нем побывала вода, там все окисляется, соответственно, компрессор, как правило, не ремонтируется. Меняем муфты, меняем уплотнение, и получается у нас восстановленный компрессор кондиционера. Также мы можем предложить БУ, поддержанные компрессоры кондиционера, с гарантией, вернее, с временем на проверку, чтобы он заработал, вы убедились, что он работает. Ну, из своей практики могу сказать, что и тот, и тот вариант достаточно нормальный. Устанавливаем с проверенных автомобилей БУ-шные компрессоры кондиционеров. Также устанавливаем восстановленные. Стоимость компрессоров примерно одинаковая, поэтому тут, в общем-то, выбор за вами. Итак, подведем итог перед тем, как перейдем к ремонту данного автомобиля. Первое. Смотрим на состояние радиаторов. Не должны быть забиты радиаторы кондиционера. Визуально видно за решеткой радиатора. Соответственно, если радиатор забит, обязательно промываем. Второе. Система должна быть герметичной в любое время года, зимой, летом, осенью, весной. Если она разгармитизировалась, это плохо. Возможно, туда попадет вода. И сами понимаете, что будет. А теперь переходим к ремонту V90. И должен приехать еще один клиент. Посмотрим, какие проблемы с системой кондиционирования на его автомобиле. Мы в электрическом цеху, но еще не с Volvo V90 Cross Country. До нее руки не дошли. Нужно сначала сделать это на автомобиле, а потом займемся тем. Но, почему я рассказываю про это? Дело в том, что несправность связана с системой кондиционирования. Клиент обратился. Какая неисправность? Потеря мощности. Приехал до дома. Доехал до дома. С утра автомобиль не заводится. Автомобиль к нам приехал на эвакуаторе. Мы начали диагностировать. Не могли понять, в чем дело. Решили прокрутить через коленвал, через шкип коленвала, соответственно, воротком двигатель для того, чтобы проверить метки. А двигатель-то плохо крутится. Не могли понять, как так, почему. Может быть, там шейки задрало, еще что-то. Что увидели? Увидели случайно, что не крутится муфта кондиционера, компрессора кондиционера. Законила муфта, и вот что она поднатворила. Ну, вернее, не успела натворить. Вот в такое состояние превратила ремешочек приводной муфта и испортила, как мы видим, шкив гидроусилителя. Ну вот, господа, будем ремонтировать и компрессор кондиционера, либо менять на БУ, ну, либо переставим муфту. И придется позаниматься компрессором-насосом гидроусилителя. Так, господа, не дождались мы электрика. Пришлось подключаться самому, потому что рук не хватает. Ну, в общем-то, подключили диагностику, и все стало понятно. Разомкнута цепь в проводах или внутри электронной муфты компрессора кондиционера. Соответственно, нерабочая муфта компрессора кондиционера. Приговор таков, что нужно менять компрессор в сборе. Муфту отдельно мы в эту историю не полезем, есть практика неуспешная. Поэтому будет предложен либо новый оригинальный компрессор кондиционера вместе с муфтой. Он стоит порядка 120 тысяч рублей. Либо БУ. Он стоит порядка 50. Ну, дождемся еще один автомобиль с неисправностью системы кондиционирования. Посмотрим, что с ним. Так, господа, отпустил я оператора, так как клиент задержался. И приехал с задержкой. Значит, неисправность системы кондиционирования заключалась в том, что вышел вот этот вот вентилятор из строя маленький, который отвечает за охлаждение системы кондиционирования. Дело в том, что, соответственно, не охлаждался должным образом радиатор кондиционера. И первым делом, что выходит из строя, отключается вернее, это система кондиционирования для того, чтобы не перегреть двигатель. Заменили вот этот вот вентилятор на БУ-шный. БУ-вентилятор у нас был в очень хорошем состоянии, оригинальный. Кому интересно, стоимость таких вентиляторов от 35 до 45 тысяч рублей. В общем, все заработало. Господа, кому было полезно и интересно, я очень рад. До следующей недели. Всем пока.